приветствую вас на канале москвичи в крыму сегодня мы приехали в ялту посмотреть сколько же народу сегодня в ялте никого ли не спугнул холод который был вчера и продолжается сегодня сегодня ночью дул ветер сейчас я нахожусь в районе вещевого рынка сзади меня торговый центр москва а здесь у меня сквер юбилей вот мы сейчас через него пройдем туда через крыде крокодиляриум пойдем в сторону по улице руданской и хочу попасть на массандровский пляж потому что там можно окунуться там вода более не чистая нежели где набережная ленина в ялте не вот и я планирую измерить температуру воды посмотреть сколько народу сейчас на пляжах у нас в ялте потому что это место конечно более популярной и все вы наверное интересуетесь какая обстановка в ялте сейчас на данный момент вот он скверчик вот этот такой небольшой тут есть и пиццерия и столовая вот здесь мы шаурму покупали но такая по сравнению с московской она не очень вот здесь есть пицца пап и сейчас мы здесь вот по пешеходному переходу пройдемся вот через этот скверик такой небольшой тут или крокодиляриум и золото крыму продали пешеходный переслот перебежали мы по-быстрому но кстати машину я припарковал с трудом оставил я на улице руданской аж там где забор крови идет как-то донорская кровь короче там забирают ну не близко потому что все везде объектов машинами все занято хоть сегодня и не выходной день сегодня 3 сентября у нас утром было в 6 30 я проснулся было у нас 14 градусов друзья сейчас мне на бортовом компьютере показывала то что 18 градусов вот он как раз таки крокодиляриум вот этот здесь у нас площадь рузвельта клуб моряков выше называют и туда у нас пошла уже к набережной имени ленина ялтинская но мы отправимся сюда в эту сторону прогуляемся в сторону массандерского пляжа потому что там более больше будет нам народу не мы посмотрим какой показатель у нас все-таки будет сегодня потому что по нему можно будет судить сколько народу здесь сейчас в ялте на данный момент самая актуальная информация для вас я вот иду в шортах футболки в принципе и мне довольно таки комфортно но каждому свое я понимаю организму всех разный вот и температура для вас может быть холодная но солнышко светит отлично даже так припекает немного я бы сказал но настроение от этого конечно не падает обещают нам также по-прежнему сентябрь 24 градуса средняя дневная температура море показывает в ялте 25 у нас в кастрополе 22 с половиной но мы сегодня с вами измерим посмотрим какая температура на самом деле сейчас в море можно ли купаться и мне очень интересно сравнить перепад температуры воздуха и воды будет ли разница мне кажется воде должно быть теплее это отель брестоль у него есть кафе наверху оттуда очень хороший панорамный вид там морской вокзал но он конечно в таком плачевном состоянии не знаю сделают его или нет в ближайшее будущее но пока что там даже и рука не лежал увидел фотки то что где маяк вот этот как раз таки мор вокзал хотят сделать должно быть все очень красиво как в сочи такой прям там пирс состоять яхточки но посмотрим что из этого выйдет дальнейшем сегодня у нас тема не обратно сегодня нас интересует обстановка заход как раз таки сторону массандерского пляжа кто не знает показываю вам сразу все одним целом здесь кафешка в этой кафешке кстати очень прикольный там панорамный вид ну внутри этом не был конечно но что-то в этом году и закрыты кому-то такая красота на купол пропадает солнце очень здорово так палаточка открыта первая у нас здесь столовая по-домашнему есть первая кафешка конечно у нас сейчас пустая на данный момент и здесь не так ветрено как в кастрополе в кастрополе ветер срывается прямо вообще конкретно здесь все-таки горы защищают я так думаю ялточку почему я и говорю то что в разном месте рядом в разном поселке будет своя температура своя погода здесь можно спокойно даже купаться отдыхать и ничего вам не мешает по сравнению вот реально гору кастрополе прям сильный ветер порывы до 20 метров в секунду и в погоде написаны по факту таких есть народ движется потихоньку кто-то тепло одет чувствуется похолодание по людям не всем такая температура комфортная но многие конечно и одеты довольно легко например таких море спокойно и даже барашков нет никаких у нас начиная от кастрополя семейства и палубка везде море штормит немного из очки всякие разные продают как всегда он креветочки по 70 по 100 рублей вот еще один филиал то что это вам говорил пиццерий вот тоже сытопьяный отличный филиал здесь стоит там у них есть барная стойка можно посидеть с видом на море выпить пиво с рыбкой коим быть но народа не уменьшилась просто реально не уменьшилась сейчас конечно многие могут и уехать куда-нибудь по экскурсии в такую погоду и на динаме думает то что море холодно и выглядит она так прям реально как черное море везде люди есть что не переживайте ищайте отдыхайте видите сразу же все около экскурсии стали собираются куда-нибудь и экскурсии в такую прохладную погоду но имейте ввиду если вы соберетесь куда-нибудь в сторону и петры то вам придется одеть курточку или кофточку потеплее обязательно даже летом это надо но сейчас я думаю там еще холоднее намного что еще немного остался и мы уже войдем на массандровский пляж массандра бич очень конечно популярное место пафосное здесь все есть новые виды кухонь по сравнению конечно с набережной имени ленина например нам все такое стандартное здесь уже такой все-таки новый фьюжн там сидела все как положено что нам вещает табло время 11 часов 17 минут температура воды 23 воздуха 22 вот вам актуальная информация 11 часов утра у нас отсюда конечно плохо видно давай сейчас на самый первый когда вот этот пирс выйдем на второй этаж и покажем сколько народу по сторонам если туда можно пройти до пройти можно конечно же сделано все классно очень крутые лежаки растет рядышком и вот посмотрите сколько людей и посмотрите сколько людей купается просто значит вода не холодная можно купаться значит и мы с вами сегодня окунемся и вот в этой стране посмотреть что творится лежать и почти все свободны но все со своими полотенчиками лежат отдыхают и загорают мне понравилось вот оттуда с конца надо посмотреть прозрачность воды очень видно так дует ветерок небольшой не знаю будут слышны не будет извиняете это не я в этом виноват это ветер все вот вода чистая ведь какая прозрачная про но людей много никого не пугает пока температура так что друзья бархатный сезон продолжается у нас и это очень здорово а ближайшие дни воздух будет еще теплее сегодня передавали будет до 20 градусов обещают до 24 градусов тепла будем надеяться то что кто собирается сюда в начале в середине сентября успеет отдохнуть и насладиться крымским солнцем морем и воздухом желаю начать свой день вот таких вот вкусных ребер вот мы сейчас недалеко ребра здесь них столики под навесом можно покушать ребрышки но это конечно больше я все-таки думаю в обед не с утра на ребра налегать но каждому свое оливки уже растут вас уже появились ягодки зеленые скоро они будут темнеть и чтобы сделать их вкусными этими оливками как продают в банках их надо замачивать воду там что-то целый процесс на месяц на полтора чтобы добиться вкусного результата на штатах есть конечно невозможно по крайней риме не нравится вот это у нас ресторан кафе ван гог здесь вкусная кухня постоянно много народу даже сейчас вот утреннее время все здесь сидят отдыхают здесь всегда играет приятная музыка особо не орёт спокойно также здесь бывают такие вечера устраивают и живую музыку каждый своя секция тут всех по секции ему как бы разбит мацандровский пляж вот и на каждой секции свои всякие представления бывают вечеринки там молодежные такие уже более с диджеями то потусоваться там девушкам коктейли в подарок предлагают то есть такие бывают джазовый вечер такой приятно посидеть поужинать там устрица мидии вот краба под хорошую классическую музыку приятно что отправимся к эйфелевой башни друзья мы в крыму но также мы в париже даже рядом с ним стоят эти голубенькие лежаки но здесь уже без навеса там был навес видите на первом на втором отсеке и на третьем здесь навеса нету потому что иначе он закроет вот эту красоту такая есть своя эйфелевая башня здесь люди плавают буйки здесь опять же вода вон чистейшая здесь сразу глубина пляж хороший удобно и лежать на нем комфортно то есть мелкая галька вот но спуск сразу вот видите как поп-хоп по коленочку и резко прям глубина пошла но это тоже в принципе удобно но единственное если с детьми то не совсем удобно для детей есть вот бассейн специально пожалуйста здесь можете ребенка плескать купать чтоб он там игрался вот она гладь морская черного моря и и вот у нас вид на ялточку наш там зубцы айпетри ты там гряда и петренская я его там видно и вот нам города как на ладони после ветра видите какой воздух чистый получается нету никакой дымки прям вот все отчетливо хорошо видно у нас сегодня ну люди конечно да отпуск продолжается бархатный сезон это отличное время для отдыха но что людей все-таки становится меньше цены на некоторые вещи снижаются особенно на жилье друзья смотрите какой здесь большой выбор устрицы вот это вот смотрите здоровые какие устрицы дальневосточная написано устрицы не джима устрицы розовая джоли там еще вот это морские ежи по-моему если не ошибаюсь устрицы минус пизула манадара устрицы крынский наличие сулит его делу же циркулирует водичка вот такая красота здесь морских гадов если кто хочет попробовать покушать отъедут нашел я красивую фото локацию здесь можно пофоткаться рядом с таким пальцем стареньким такой красавчик сзади меня прям реально какой начали закинул досочки и поехал куда-нибудь кататься купаться отдыхать очень классно сделали молодцы нравится мне такие локации здесь мне сейчас сказали то что шезлонги здесь наверху 300 рублей внизу 600 рублей а в начале пляжа массандровского там 800000 примерно так вот за целый день до 6 вечера получается открыто и здесь есть так вот здесь конечно вода уже какие-то грязные мутные но люди там пытаются посмотрим что у нас здесь пойдем сейчас в ту сторону подальше столовая по-домашнему есть опять же таки это целая сеть по крыму особенно в ялте видел я их что у нас тут за интересные домики такие вот тоже наверно брать в аренду можно сейчас мы посмотрим цены кофе турецкий ковер здесь положили бар на ковре называется цены покажу так же тут есть и гриль вафли то чтобы было понятно вам это конец массандровского пляжа проходим через весь него и когда будет вам здесь барчик какой и здесь вот такой пляжик то есть навес не лежат полу обнаженные люди но это кстати такая на массандровском пляже чистенько такой встречается но что сказать цены на пиво вот они везде одинаковые что у нас в поселке что в семизе что валют и где бы я не был за 0 5 100 рублей идет даже на массандровском пляже получается но дальше не очень мы прошли 100 рублей за 0 5 я считаю то что это нормальная цена в москве сколько сейчас 0 5 стоит я не знаю рублей 350 если пойти в кафе в бар какой-нибудь для даже мне кажется в парке это мы еще посмотрим конечно мы поедем и посмотрим какие там цены будут на пиво в парках и так далее тоже вам все это покажем ну что все мы здесь уже пришли тупик у нас домики шалманчики непонятно прохода нет наверх здесь уже все пичок у нас да получается а у нас наверно пляж идет дом актера если я не ошибаюсь там у нас сейчас дом актера уже идет а дальше уже будет пляж чайка хин турист и вот кики бич новый там открыли там резерв платно все сюда выйдем посмотрим виды какие отсюда у нас откроются в эту сторону так далеко еще не уходи надо же с чего-то и когда-то начинать правильно и вам показать навряд ли вы здесь были она здесь такой закуток получается не особо что-то и видно он ялт интурист видно увидел я сейчас это ориентир для вас будет называть пляж акведук мы сейчас отправимся на массандровский пляж и выберем самую чистую карту для себя поплаваем померяем температуру воды и посмотрим что у тут интересного есть под водой у них обязательно покажу вам подводный мир массандровского пляжа но тут конечно такого изобилия что-то прям уж эффекта вау мы не увидим но будем искать чистую воду вау мы сейчас достанем и посмотрим какая температура воды 25 градусов принципе прогноз погода не ошибается глубина нормально примерно где-то 2 метра а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...